привет коллеги так слышно ли меня сейчас отлично все спасибо извините да и технические неполадки техника дело такое спасибо что подключились расскажу вам про картирование знаний что это такое что с ним делать и как эти результаты в дальнейшем использовать немного обо мне почему кто я такой вообще зачем меня слушать почему я считаю что имею право об этом рассказывать я действительно занимаюсь менеджментом знаний довольно давно с 2005 года даже у меня была дипломная работа еще бакалаврская которая как сейчас оказывается напрямую касалась картирования знаний была тема система формирования кадрового зерва после этого была работа в российском интеграторе в бисе в в вордхауле где занимался базами знаний был марс российская глобальная компания российский филиал аксенчер консалтинг техносерф который тоже довольно известный наш интегратор и с 2016 года я работаю в компании газпром нефть где занимаюсь уже развитием системы менеджмента знаний что такое картирование знаний это во первых процесс и методика с одной стороны которая поддерживает области экспертизы сотрудников и соответственно все ее организации потому что если мы говорим про сотрудников то организация у нас состоят в первую очередь из людей и выявление критически важных сотрудников вот здесь стоит звездочкой написано что возможно сюрпризы потому что они действительно возможны а какие именно я расскажу чуть попозже как пройти идею руководителя понятно что это активность которая требует ресурсов и на любые ресурсы нам необходимо подключать людей нам необходимо возможно средства это могут быть подрядчики но как продать эту идею во первых необходимо рассказать что это позволяет определить скрытый потенциал команды переспределить экспертную нагрузку если у нас есть загруженные люди то в дальнейшем это поможет их разгрузить понять кого увольнять кризис если вдруг становится такая задача работа линейного руководителя не простая собственника бизнеса тем более приходится людей увольнять тоже и вот здесь очень важно как не совершить ошибку и оставить именно тех людей которые действительно несут ценность как найти внутренних тренеров и определить направление развития сотрудников те которые именно они хотят подход картирования термины базовые во-первых что такое знание организации как мы это понимаем мы это понимаем как совокупность экспертных знаний сотрудников зафиксированных либо не зафиксированных на корпоративных материальных и нематериальных носителей это говорит о чем что знания могут быть как в голове так и в документе который уже лежит где-либо компетенция компетенция это интегральная способность который в себе объединяет знания навыки и ценностные установки сотрудник ну ниже я такую простую формулу привел почему это важно потому что несмотря на то что мы картируем знания но говорим мы про компетенции тоже и они могут быть разные давайте посмотрим пример пример очень простой водитель автомобиля до большегрузного обычный грузовик вот есть сотрудник один сотрудник два у них может быть одинаковый опыт стаж вождения они получили права в одно и то же время наездили один и тот же километраж они знают правила дорожного движения одинаково но ценностные сотрудники например у одного это всегда всех пропускать а у второго знаете как в анекдоте я 20 лет за рулем у меня не проскочишь и что происходит в таком случае у нас первый сотрудник может участвовать в различных конкурсах быть лучшим по профессии а второй может периодически попадать в аварии потому что я 20 лет за рулем не проскочишь это несет определенные риски какие знания мы картируем здесь видна схема синим я выделил именно знания как я уже говорил каждый сотрудник обладает определенным набором компетенций и эти компетенции они представляют собой агрегацию установок ценностных навыков и знаний знания отвечают на вопрос что предметная область навыки отвечают на вопрос как мы применяем эти знания как мы выполняем конкретную работу и установки отвечают на вопрос зачем или почему или с какими в каких условиях я это делаю при каких условиях я остановлю например свою работу это очень важно например нашем случае работа в газпром нефти нас производственная безопасность это очень важный фактор и постоянно проводится обучение и развитие собственно и установок и навыков и знаний сотрудников в этой области при этом знания как видите они могут быть формализованные и не формализованные не формализованы они собственно хранятся у человека в голове это то о чем то чем владеет человек и наверное часто при применяет такую метафору айсберга 80 на 20 вот те знания которые в голове это наверное 80 процентов и оставшиеся это то что уже было формализовано успешно ли вы не успешно отчеты нормативку извлеченные уроки публикации рассказы метапы записи видео и так далее и нам важно понять с чем мы работаем вот мы работаем именно с тем что находится у человека в голове то есть это ярко синие блоки давайте какой-то практический кейс посмотрим вот у нас был практический кейс подбор команды на проект проект назывался разработка тех технологий цифрового анализа породы поскольку я работаю с геологами очень активно какие области знаний в проекте задействованы это петрофизика геология машинное обучение управление проектами и вы уже видите что это довольно разноплановые кросс функциональный проект с разноплановыми специалистами потому что петрофизик вероятность того что он будет еще и специалистом по машинному обучению но довольно низко до таких людей довольно мало управление проектами вероятность повыше но тем не менее и как найти людей на этот проект чего начать можно начать с простого в любом случае мы идем от опросника то есть снизу вверх собираем данные и спрашиваем людей просим их самооцениться с кем из коллег вы взаимодействуете насколько часто и по каким вопросам и просто рассылаем максаринчик в нашем случае в первой итерации это был даже просто таблица в аутлуке мы говорим кто сотрудник с кем взаимодействует с какой частотой количество раз в месяц и последняя колонка это предмет зачем например он представляет ежесуточную отчетность понятно что один человек может указать несколько людей таким образом частота взаимодействия в месяц она в дальнейшем используется для анализа можно пойти немножко посложнее например мы у себя сделали следующий вид разработали опросник для самооценки собираем чуть больше данных например это демография сколько лет человек работает в компании сколько у него образований например два и более высших либо я работаю на очень техническом центре газпром нефти поэтому у нас есть люди с кандидатскими степенями с докторскими и с какими областями человек работает в нашем случае это реализовано на ширпойнте и инфопасс и вы видите здесь один из экранов опросника это один из экранов таких кранов на самом деле три вот именно в такой форме и еще два для демографии и опыта на проектах давайте посмотрим подробнее что здесь потому что картинка довольно объемная какие области знаний являются наиболее значимыми для решения ваших рабочих задач и здесь мы спрашиваем человека какая область знаний и какой пример может быть например если оба знаний у нас айти то предмет знаний может быть разработка например на пойти не да или работа с какой-то конкретной технологии следующая кому вы обратитесь за советом по данному вопросу здесь можно указать несколько людей и по факту это выбор из корпоративной адресной книги человек выбирает можно скопипастить из почты если он часто с кем-то переписывается а дальше мы спрашиваем человека самооцениться по уровню владения и задаем ему пять вопросов насколько он готов фиксировать эти знания в письменном виде насколько он готов лично то есть не в письменном виде делиться ими легко ли эти знания можно найти во внутренних документах и во внешних источниках ну и какие дополнительные источники знаний им нужны в результате мы получаем таблицу с которой работаем как мотивирует людей заполнять такие опросники потому что понятно что у всех довольно много задач всех много работы и это требует определенной концентрации и когнитивного напряжения мотивацию мы подбираем в зависимости от культуры организации либо подразделения это может быть посыл от руководства если это иерархическая культура может быть посыл от экспертов либо коллег если это более плоская организация либо подразделение объясняем что ответ даст респондентам может быть участие в интересных проектах развитие в желаемом направлении карьерные возможности в том числе возможно вырасти стать экспертом здесь небольшое пояснение у нас в организации есть линейная ветка развития когда человек может стать менеджером есть экспертная ветка когда человек может стать именно экспертом поэтому здесь стать экспертом для многих это одно из направлений развития. Как анализировать результаты? В нашем случае мы живем на Microsoft стейке, это SharePoint, выгрузка из SharePoint в Excel и дальнейший анализ с помощью инструмента Gefi. Я покажу кратенько пример, как это работает. Если вы, например, на Google G Suite работаете, да, то это Google Form, выгрузка в спредшиты и также анализ с помощью Gefi. Какие результаты получаются? Ну вот один из примеров графа, это его общий вид. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Здесь у нас видим цветные кластеры, кто-то более крупные точки, кто-то более мелкие. Видим один из кластеров, он оторван. Сейчас мы посмотрим на практике, что это такое. Тот же граф, только теперь мы смотрим, кто получает самое большое количество запросов. И здесь мы видим, что те люди, которые обладали самой высокой должностью, да, например, как здесь директор по науке, вот мы видим, или руководитель программ, не всегда. И зачастую самое большое количество запросов и самым востребованным экспертом у вас может быть человек с должностью, например, главный специалист. И это как раз один из тех сюрпризов, про которые я говорил в самом начале. Потому что руководитель, например, люди могут не считать его экспертом. И здесь возникает вопрос. Человеку уже нужно поддерживать и защищать как-то статус-кво. Почему он стал этим руководителем, если люди не считают его экспертом? И так далее. Здесь же появляются вопросы, например, к HR, к оргразвитию, к тем, кто назначает людей на линейные должности, на должности линейных менеджеров. Как мы анализируем эти результаты? Есть несколько метрик. Это все довольно простая теория графов, базовая математика. Есть базовые метрики, например, степень узла, диаметр сети, плотность, средняя длина пути. Я сейчас расскажу, что это все значит. Меры нагрузки и меры влияния. Давайте детально сейчас посмотрим, что это такое. Соответственно, базовые метрики. Степень узла. Степень узла – это сколько людей указали человека в качестве того, к кому они обратятся за экспертом. Сколько входящих связей к нему есть. Если их много, прекрасно. Это активный сотрудник или популярный, мало, неактивный. Диаметр сети. Диаметр сети – это максимальное расстояние между двумя людьми в графе, который у нас построился. Если меньше, чем меньше, тем лучше. Это значит, что сеть довольно плотная, и в идеале она должна быть единицей, то есть каждый знает каждого. Такое бывает редко, но тем не менее. Средняя длина пути – это в среднем, насколько двум людям нужно пройти других людей, чтобы связаться друг с другом. И плотность сети, соответственно, чем больше, тем лучше. Меры нагрузки. Центральность по степени – это входящая. Соответственно, чем больше, тем лучше. Это самый популярный эксперт. И центральность по степени исходящая. Это значит, что человек активно обращается к другим людям. И последний блок – центральность по посредничеству. Мы таким образом выявляем центры мнений. Это значит, что у этих людей максимальное влияние на передаваемую информацию. И центральность поблизости. Чем центральный человек, тем быстрее от него распространяется информация. То есть человек не обязательно обладает влиянием, то есть к нему прислушивается, но он может быть ретранслятором. И теперь давайте посмотрим на то, как это выглядит на практике. Так, сейчас я покажу инструмент, собственно, в котором ведется аналитика. Например, это у нас… я открыл окно Gefi, в котором мы уже загрузили данные. Те данные, которые получили из Excel, вот в таком виде пришли. И видите, у нас здесь разные колонки есть. Как мы их обрабатываем? Мы определенным образом на графе их расположили, так как нам удобно. Провели кластеризацию, выделили… видите, здесь есть цветные блоки, такие довольно большие. Есть блок сотрудников, который с синим подсвечен, есть блок, который с сиреневым подсвечен. Эта кластеризация происходит автоматически инструментом и показывает разные вещи, как люди между собой взаимодействуют. Например, мы видим, что есть отдельный блок, который вообще оторван от всех остальных. Почему он сюда попал? Что произошло, когда люди подбирали респондентов? Потому что мы просим линейного руководителя выбрать, тех, кому придет эта ссылка. С другой стороны, у нас есть вот такой зеленый кластер, который отдельно от всех. И сотрудник с самым младшим уровнем позиции, видите, вот сотрудник номер 6, кого он указал, к кому он обращается за советом. Но при этом он формирует целый кластер людей, с которыми он взаимодействует. Вот обратите внимание, сейчас остались те подсвеченные, с кем он взаимодействует. Пусть у него самая низкая должность, но он при этом активно взаимодействует со всеми. При этом мы видим еще других сотрудников. Есть сиреневый блок. В нашем случае в термины реального мира это транслировалось следующим образом. Синий блок – это те, кто находятся в Тюмени. У нас есть офисы в Тюмени, в Санкт-Петербурге. Сиреневый блок – это те, кто находятся в Петербурге. И оранжевый блок – это отдельно, например, геологи. При этом мы можем менять подсветку, кластеризацию в зависимости от тех параметров, которые у нас есть. Например, один из атрибутов у нас – это организация, в которой человек находится. Мы можем выбрать здесь организацию, посмотреть, и вот у нас изменилась расцветка. Обратите внимание, сиреневые – это те, кто работают в моей организации. Но мы видим, что у нас есть и люди из внешних организаций. Это зеленый блок, либо оранжевый. Точно так же мы можем поменять, например, является человек-корреспондентом, то есть тот, кто отвечал, или это тот, кого указали, то есть те, кого указывали. И здесь обратите внимание, какой интересный момент появляется. Вот у нас есть сотрудник номер 27. Его указало довольно много людей, при этом он не является респондентом. Это значит, что это какой-то эксперт, который находится вне выборки, возможно, вне бизнес-функции, но он, тем не менее, является очень популярным. И таким образом мы можем довольно гибко анализировать. Более того, мы можем менять, например, размер узла, и тогда мы можем смотреть, кто у нас, по какой причине мы выделяем тех или иных людей. Например, давайте сделаем по популярности. Пересчитали и видим, что самый популярный сотрудник – вот у нас три человека. Это экспертное ядро, к которому обращаются все люди. Вот здесь. И дальше при работе того же организационного развития, или, как помните, я говорил, кого оставить в компании, да, с кем попрощаться, может оказаться и так, что вот этот сотрудник номер 13 по результатам годовой оценки, он, несмотря на то, что эксперт, всякое бывает, он может показать низкий результат. Но анализ графа показывает, что он держит на себе практически все четыре кластера. Обратите внимание, он держит на себе и Тюмень, и Петербург, и Геологов, и кого-то еще. Поэтому сотрудникам нам ни в коем случае нельзя прощаться. Его нужно удерживать. И это же касается развития сотрудника в том числе, потому что мы понимаем, что этого сотрудника нам надо развивать. И он же может быть кандидатом на линейного руководителя. Это то, что касается графа. Давайте вернемся к презентации. Так. Посмотрели на те метрики, которые у нас есть. Давайте посмотрим, как еще можно их использовать. Во-первых, их можно посмотреть рассадку людей в офисе. Это вот реальная карта нашего офиса. Единственное, что точки мы поставили пока примерно, это они не отражают реального расположения людей. Но тем не менее, мы понимаем, что если у нас люди разбросаны, например, вот зеленые точки, да, те люди, которые занимаются геомеханикой, если мы понимаем, что один у нас сидит в левой части, другой сидит в правой части, как минимум им далеко идти по офису. И ладно еще, если они на одном этаже. У нас здание семь этажей, и вот если они между этажами бегают, это уже влияет напрямую на эффективность их взаимодействия. Поэтому с этим тоже нужно анализировать, нужно думать, как оптимизировать эту работу. Кроме того, мы с вами посмотрели только одну часть, которая является, которая покрывается графом. Давайте посмотрим, что мы делаем именно с компетенциями. У нас было несколько итераций работы с компетенциями. И вот, например, Excel. Он в таком расцвеченном формате. Почему? Потому что здесь много измерений. И несмотря на такую пестрость, довольно четко позволяет все-таки понять, что происходит. Если мы сделаем масштаб побольше в таком формате, то мы видим, что у нас есть строки, это люди. Я сейчас убрал здесь фамилии. И какие у нас есть параметры? Здесь есть человек не работает, но знает какую-то предметную область. И не работает, но хочет развиваться. И таким образом мы можем увидеть, что человек сейчас не занимается тем, чем он бы хотел. И когда освобождается, например, роль на проекте, в этом направлении, мы можем человека сюда подключать. Есть самооценка, его средняя самооценка, в каких областях он, в скольких областях он считает себя экспертом, например. И дальше пошла цветовая дифференциация штанов, можно сказать, цветовая индикация. Здесь мы указываем цифрой его самооценку. Вот такими штрихованными областями показываем, где он хочет работать, но не работает, например. И есть такие сиреневые области, либо перечеркнутые сиреневым. Это направления, в которых человек хочет развиваться. И в таком формате мы можем увидеть несколько вещей. Во-первых, если мы прокрутимся в самый низ и посмотрим некую сводку, мы можем увидеть, что, например, экспертами у нас покрыто 28% направлений. Самооценка людей по каждому направлению является, например, здесь 2,9 из 5, 4 из 5. Это здорово. Но если мы увидим какую-то из предметных областей, где самооценка низкая, например, вот двоечка, работа в неком ПО, это сразу показывает, в каком направлении нам нужно учить людей, и в каком направлении нам нужно людей развивать. При условии, что мы считаем, что оно нам действительно нужно. А самое главное, если мы увидим, что у нас какое-то направление совсем проваливается, ну вот, например, кто-то указал здесь в области геологии гидродинамическое моделирование, ноль. Как оно тогда сюда попало? Это значит, что кто-то указал, что он хочет в нем развиваться. Возможно, имеет смысл подумать линейному руководителю, нужно ли такое развитие. Это одна из версий. Другая версия у нас была более приличная, скажем так, более визуально воспринимаемая. Эта работа пока что еще идет. Мы подбираем тот формат, который будет оптимален для отображения. Ну, пока давайте вернемся к презентации. Мы увидели, что можно работать с графом, можно работать с картой, можно работать с Excel-таблицей. И какие правила я здесь могу сформулировать? Во-первых, свободный ввод или выбор из вариантов. Свободный ввод, он хорош чем? Он позволяет понять, что у сотрудников в голове, какое представление о предметной области они имеют. Но при этом он затрудняет анализ. Это затрудняет анализ, потому что вам придется переводить и сводить все, что люди написали, в какой-то единый стандартизованный вид. Выбор из вариантов при этом, он существенно упрощает анализ, но сотрудников зашоривает, потому что люди склонны выбирать то, что им дается. И даже если вы добавляете вариант «Ведите свое» или «Другое», часто люди этого не делают. Поэтому мы стараемся именно делать только свободный ввод. Дальше. Разово нужно проводить эту операцию или периодически? Лучше периодически, пропорциональность кучки. Еще такой лайфхак, который мы еще не внедрили, но собираемся, это можно сделать эту операцию части онбординга. Когда сотрудник приходит к вам в компанию, он готов, он воспринимает все, что происходит, фактически как чистый лист. Естественно, через какую-то призму своего предыдущего опыта, но он готов ко всему. И если руководитель дает ему такой опросник, то в отличие от сотрудника, который работает 10 лет в компании, ему нужно защищать свой статус-кво в том числе, и он говорит «Зачем вообще мне это?», то новый сотрудник спокойно это сделает. И это очень здорово, потому что, используя эти результаты картирования этого нового сотрудника, вы сразу можете понимать, на какие проекты его можно ставить, какие направления ему можно давать, какой опыт у него есть и так далее. Есть ли ограничения на минимальное, максимальное количество людей? Здесь ограничение только вашей ресурсы, потому что чем больше, тем лучше. Чем больше граф, тем более он полезен, потому что он покрывает взаимосвязями большее количество людей. И таким образом вы строите социальную сеть, вот именно в социологическом смысле этого слова, вы строите социальную сеть. И можете ее применять, соответственно, гораздо лучше. Еще один момент, как собирать данные. Вот я показал пример с опросником, но для этого же можно использовать различные данные, которые у вас есть в распоряжении. Выгрузки из АТС, кто кому звонит, выгрузки из почты, кто кому пишет. Единственное, конечно, важно обезличивать их, соблюдать правила работы с данными, в том числе и с конфиденциальными. Мы пока с нашими безопасниками не договорились на получение данных из почты, например, либо из АТС, но надеемся, что когда-нибудь у нас это получится. Если у вас компания небольшая, либо выборка небольшая и проще с безопасностью, то, наверное, можно получить такую выгрузку. И тогда у вас будет еще более точный граф, потому что вы увидите не только, с кем человек написал, что он взаимодействует, но и с кем он взаимодействует на самом деле. Очень важно еще эту вещь верифицировать с точки зрения HR, потому что мы собираем самооценку. Если у вас проходит какая-то центральная оценка, и люди, например, сдают тесты, то очень важно ее верифицировать сверху вниз, понимать, насколько то, что человек написал, соответствует тому, что есть по результатам теста. Какие боли вызывает этот процесс? Боли есть, действительно. У меня как исполнителя, и, соответственно, у любого, кто будет это делать, первая боль – это анализ результатов свободного ввода. Как я говорил, довольно непросто это анализировать. В первой итерации у нас ушло где-то в районе человека часа на одного респондента. Это вместе с подбором оптимальных результатов, настраиванием работы в том же ГЕФе и так далее. Поддержка мотивации респондентов. Людям нужно помогать. Здесь помогают письма от руководителей, письма от экспертов. Очень здорово это запустить, как сарафанное радио, если коллеги поддерживают такой режим. У респондента основная боль – это осилить опросник, потому что с ним он действительно может показаться довольно громоздким, но, с другой стороны, мы, например, сделали обязательной только одну предметную область и один предмет знаний, чтобы люди заполнили хотя бы один блок. У менеджеров в линии HR здесь болей гораздо больше, они гораздо сильнее и больнее, если можно так сказать. Почему? Потому что нужно отвечать на неудобные вопросы. Опять же, представьте ситуацию, что руководитель, начальник управления, например, вдруг выясняется, что его никто не считает экспертом. И что здесь тогда делать? Как ему объяснять это? Как ему, в первую очередь, для себя самого аргументировать это состояние? Это вопрос. С другой стороны, работая с Excel, мы можем увидеть, что направление, в которое HR вкладывал в обучение и потратил там несколько, допустим, миллионов или сотен тысяч рублей за последний год, люди показывают самооценку, например, на двоечку из пяти. И здесь вопрос, да, зачем эти деньги тратили? Может быть, их имеет смысл потратить куда-то в другое направление. Либо, например, если у отдела обучения или человек ответственного за обучение фокус на одной области, а люди показывают, что им нужно обучение в совсем другом направлении. Здесь уже нужно синхронизировать. То есть это позволяет найти такой продуктивный конфликт и его использовать, собственно, для развития людей и организации. И здесь, конечно же, линейным и менеджерам и отделам обучения, и HR в целом, нужно балансировать пожелания сотрудников и свои ресурсы. Потому что не всегда то, что люди хотят, низы хотят, да, верхи не могут. Бывает и такое. Здесь нужно выстраивать цепочку работы. Полезности. Что можно быстренько вынести из этой презентации? Во-первых, тот опросник, который был на прежнем слайде, да, таблица. Кто с кем взаимодействует и почему. А во-вторых, есть еще такой момент. После картирования очень легко провести инвентаризацию критически важных знаний и носителей этих знаний. Например, смотрим направление деятельности, тематику, а дальше носитель и понимаем риск утраты знаний. Вот здесь это... Я здесь убрал реальные фамилии, но это пример из нашего реального кейса. У нас есть сотрудники, у которых низк утраты знаний небольшой. Например, HR знает, что сотрудники лояльны. Ну и плюс нефтянка все-таки такая довольно консервативная область. Люди довольно редко меняют свою работу, в отличие от динамичных областей, например, IT. Наличие формализованных знаний есть либо нет. А дальше смотрим, какие могут быть риски утраты знаний. Например, это пенсионный возраст. Если человек уже вышел на пенсию, то здесь нужно понимать, что есть риск утраты этих знаний и нужно его каким-то образом с ним работать. Например, фиксировать это в базе знаний. Если это не зафиксировано, то тут же подбирать инструмент. Может быть, искать какого-то молодого помощника, который будет через джоб-шедуинг, да, теневую роль такую перенимать ценные знания. Другой риск может быть – это травмоопасный спорт. У нас есть коллега, вот он был на одном из графиков, притом довольно популярным экспертом оказался, но он занимается тайским боксом. И что произойдет, если на тренировке, не дай бог, он пропустит пару ударов? Ну вот на неделю, да, мы можем этого человека потерять. Это нужно учитывать. Перечень рисков, он довольно большой. Здесь каждая компания формирует их для себя самостоятельно. Самое главное, что с ними нужно работать. Про риски сегодня уже говорили, вот первый доклад был у Кирилла, если мне не изменяет память, про работу с интеллектуальной собственностью. Это тоже один из рисков. Человек может уйти, и если он… Мы знаем, что человек, например, не лоялен компанией, да, он смотрит на рынок труда. А в этом нет формализованных знаний, а он единственный носитель. То тут у нас с бас-фактором появляется проблема и высокий риск. На этом у меня все. Спасибо большое. Буду рад ответить на вопросы. Меня можно найти, соответственно, есть блог Викторов Про. Заходите. У нас есть сообщество в Телеграме, сообщество управления знаниями на русском языке. Там довольно много коллег из разных стран. И меня всегда можно найти на Линкдин, если кто-то туда еще ходит. То, соответственно, обращайтесь. Буду рад ответить на вопросы. Спасибо, Евгений. Замечательный доклад, как всегда. Как всегда, собственно, замечательный доклад. Только хвалить тебя и успеваю, Евгений. Отличный обзор методики. Я вопрос-припас, но я припас его напоследок. Сейчас есть вопрос с трансляцией. Давайте подключим Елену. Елена, здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слышим. Говорите. Кажется, мы вас не слышим, Елена. Микрофон проверить нужно, Елене. Елене микрофон нужно проверить. Верните меня, а я пока задам вопрос. Раз, раз, раз. Как слышно. От Елены пошел звук. Отлично. Отлично. Отличный доклад. Мне всегда интересно было по картированию. Сама занимаюсь управлением знаниями. И у меня вопрос. Виктор, когда мы внедряем, когда вы внедряете эту суперклассную, полезную методологию и технику, с какими обычно ошибками сталкивается новичок? На что необходимо обратить внимание в самом начале? Ваши рекомендации. Здесь, как с любым исследованием, нужно понять, кто будет целевой аудиторией. Во-первых, кто будет получателем этой информации. Потому что, действительно, такой анализ он может поднять. В результате этого анализа могут возникнуть вопросы, которые могут оказаться неудобными для разных людей. И здесь, поскольку это социальная верификация, здесь нужно понять, кто заказчик и какую информацию он ожидает увидеть. Это раз. Второе – это заручиться поддержкой этого заказчика. Желательно, чтобы он при этом еще активно участвовал в мотивации сотрудников на проведение. Потому что бывает, когда у нас выборка 30 человек, вот как на примере, там выборка была 28 человек, и они заполнились за неделю. Здорово. Но если у нас выборка, допустим, 150 человек, да, или 200, то здесь этот процесс может растянуться, потому что выборка большая, и очень здорово, как раз, когда их руководитель, например, либо функциональный, проектный, линейный, он помогает, напоминает людям о том, что, пожалуйста, пройдите, это важно для нас, это важно для вас, и это даст там те или иные бенефиты. Ответил? Елена, спасибо большое за вопрос. Евгений, спасибо за ответ. Давайте, я, как говорил, что припас вопрос под конец, он будет вот какой. На самом деле, вот, послушав ваш доклад, кажется, что можно взять и пройти по шагам, ну, буквально повторив то, что вы сказали, и сделав, ну, собственно, такую карту в своей компании. Но не задумывались ли вы, что, например, это может быть, ну, прекрасным сервисом, ну, как бы, на сторону, что ли, то есть такое картирование в роли приглашенного эксперта можно было бы, наверное, вы даже не знаете, каким-то неким родом продукта сделать, который бы очень помог большому количеству компаний. То есть, например, вот вам, ну, как, наверное, как идеологу, который, наверное, активную практику этой методологии, насколько, кажется, вам интересно было бы таким позаниматься? Готовы ли вы, например, если сейчас вам вдруг засыпятся прям в Zoom люди и скажут, пожалуйста, откартируйте нашу компанию, вы так все круто умеете делать. Вот готовы ли вы к такому? Хороший вопрос. Слушай, ну, как сотруднику большой корпорации, он такой, знаешь, всегда двоякий. Потому что, с одной стороны, конечно, интересно применять свою экспертизу, но при этом, будучи наемным сотрудником, я могу распоряжаться временем в ограниченном формате, да? Вот, поэтому здесь он такой. Требует, требует хорошо поразмыслить. Я скажу так. Хорошо. Я понял. Отлично ответили. И интрига сохранилась, и есть кому прийти, в общем, на ваш Zoom-чатик. Ну, соответственно, давайте там плавно к нему перейдем. Евгений, спасибо еще раз большое за доклад. Очень классно получилось. Добрый день, коллеги. Переходим в дискуссионную комнату. Евгений, как слышно, с нами ли вы? Отлично. И вопрос от наших участников. Звучит он следующим образом. какие есть способы фильтрации, отбора ложной информации от истины? Каким образом отбирается то, что нужно для картирования? Сложный вопрос, если честно. Здесь, ну, во-первых, надо понять, какая у нас вообще цель, да? И, наверное, от этого уже фильтровать. Здесь, безусловно, может быть, в любом случае здесь может быть некий, некая ложная информация. Почему? Потому что мы закладываемся на самооценку. То есть мы здесь идем именно от оценки снизу вверх, когда люди сами заявляют, да? Когда люди заявляют что-то, что он является, что он считает себя, например, экспертом по пятибальной шкале на пятерочку. и это может быть неправдой. Но при этом это довольно интересно верифицируется с помощью социального, с помощью графа, да? Потому что если человек указал себя в определенной области экспертом на пять баллов из пяти, но в графе ни один человек его не считает экспертом и не обратится к нему, соответственно, тут возникает вопрос. Ну и понятно, что какого рода, да? Если наоборот человек оценивает себя на двоечку, например, в нашем случае это пятерка, это значит, что человек эксперт, он выступает на международных конференциях, он, может быть, пишет научные работы в этой области, а единичка это базовые знания, когда человек только вот что-то вообще знает, что такая область существует. Здесь если человек указывает, что оценивает себя на единичку, но при этом остальные указывают к нему, указывают, что они спросят его, то, наверное, здесь может быть что-то с самооценкой человека. Возможно, здесь имеет смысл наоборот как-то ему помочь раскрыть свой потенциал, потому что другие его считают экспертом. И если это много людей, то, наверное, это не безосновательное. Да, вот. То есть я правильно понимаю, что фактически система сама себя балансирует, и если человека признают экспертом, такая экспертная оценка друг друга, и таким образом происходит верификация тех знаний, которые необходимо картировать. Коллеги, хотела бы перед тем, как задавать остальные вопросы, я вижу уже в чате вопросы, у нас есть возможность задавать вопросы голосом, для этого необходимо будет поднять руку, для этого, если необходимо будет на вашем зуме зайти в участников, иконка с участниками внизу, есть иконочка лапка, ее поднимаете, тогда модератор даст вам слово задать вопрос, и Евгений на него ответит. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, а я пока озвучу следующий вопрос, вопросов, я думаю, будет много, тема очень интересная. Евгений, следующий вопрос, а можно ли тогда комбинировать данные самооценок, использовать для этого инструмент 360, то есть можно ли в этом случае как инструмент использовать как раз для верификации самого эксперта? Да, безусловно, на самом деле анализ графа, он частично как раз и призван подтвердить либо опровергнуть оценку 360, по большому счету это его часть, один из видов. Мы это называем социальная верификация, когда люди, помните, в LinkedIn, когда еще в те незапамятные времена, когда к LinkedIn был доступ открытый и все им пользовались, там была такая возможность указать какой-то навык и его плюсануть, потом эта функциональность перетекла в некоторые плагины для конфлюенсов, профилях и так далее. Вот это, по сути, это и есть тот самый плюсик, когда мы можем сказать, что да, я считаю, что, например, Дмитрий Кудрявцев или Татьяна Альбертовна Гаврилова является экспертом по антологиям. Я считаю, да. И таким образом я подтверждаю результат их самооценки. По факту так оно и есть. Да. Здесь действительно имеет здорово, имеет смысл и здорово комбинировать эти данные, потому что самооценка это самооценка, да, у нее есть определенные риски. вы, собственно, начали как раз с того, что могут быть ложные ответы. И это нужно верифицировать. Отлично. То есть, в принципе, инструментов самооценки достаточно, ну, как бы верификат самооценки есть и можно использовать различные способы. Пока рук не вижу, коллеги, опять же, если кто-то хочет сказать голосом, пожалуйста, поднимайте руку и вам дадут включить микрофон. Следующий вопрос. Хороший вопрос. Я его зачитаю. Есть ли ограничения рекомендации у вас по количеству оцениваемых навыков? Ну, вообще, нужно ли их ограничивать в принципе? Хороший вопрос, да. Мы, собственно, как раз сразу решили ограничить, но максимальным количеством, да. То есть, у нас один навык, одна компетенция, точнее, да, давайте так. Компетенция одна обязательная, чтобы люди отметили хотя бы что-то. Максимально мы сделали три области знаний по три компетенции в каждой. Это сделано было для того, чтобы дать людям некую рамку. По нашему опыту не так много людей заполняют все девять, хотя, опять же, это зависит от, в том числе, и психотипа даже человека, да. Кто-то готов там о себе рассказывать, кто-то не готов от загрузки. Здесь много факторов. И мы вот видим, что, наверное, в процентах пяти, в десяти люди заполняют все девять. В основном это в среднем три-четыре компетенции. в принципе, да, основные компетенции, которые характеризуют, обычно рекомендуют не больше пяти. Еще вопрос не менее интересный. Евгений, вопрос от Андрея Крюкова. Как вы выявляли людей, входящих в группы риска, чьи знания необходимо обязательно сохранять? Условно, с будущими пенсионерами все понятно, но какие методики вы использовали, чтобы выявить термин боксеров? Актуально для очень больших компаний вроде вашей. Интересно было бы узнать о ваших методиках. Здесь метод на самом деле очень простой. Во-первых, у нас есть сообщества по разным видам спорта. То есть можно просто посмотреть, кто в них участвует, поспрашивать людей. Во-вторых, и даже в основном, это дается на откуп линейного руководителя. Потому что, как правило, линейный руководитель в идеале альфа и омега отец и мать каждого сотрудника и должен, по крайней мере, с точки зрения работы и немножечко и того, что за работой происходит. Как это сказать-то? Не то, чтобы в нормальном, но в сбалансированном коллективе, как правило, люди знают какие-то хобби своих коллег. Хотя бы, как минимум, на уровне трех-четырех человек. И в таком случае линейный руководитель тоже может это понимать. Ну и во-вторых, точнее, в-третьих, наверное, управление рисками с точки зрения работы с коллективом это вообще неотъемлемая часть и обязанность каждого руководителя линейного. Поэтому это просто один из рисков, с которыми нужно работать. Боксер, почему был термин? Потому что я говорил, что, привел пример, у нас один из респондентов, он занимается тайским боксом. И вот пошел он на чемпионат или на тренировку, не дай бог, он пропустил пару ударов, все, как бы, травматичный спорт, мы его потеряли. Или, опять же, зима, зима, время, когда все едут кататься, когда можно было ездить везде, все едут кататься на сноубордах, на лыжах, сколько человек, хоть что-то, получали травму какую-то, катаясь на сноуборде либо на лыжах, понятно. Наверняка, у кого-то есть как минимум один знакомый такой. И вот то же самое, кстати, Андрей Крюков, да, продолжу. Как быть с заболеваниями? Эта информация скрытая и, скорее всего, действительно, вы не получите эту информацию. Здесь, я даже не знаю, если честно, что сказать, потому что здесь, наверное, это на уровне отношений, уже, наверное, личных отношений сотрудников и руководителей. хотел бы в эту же тему от себя уже уточнить, Евгений, если говорить про ключевые какие-то знания в области, в зависимости от стратегических целей, наверное, это тоже влияет на, что в первую очередь нужно сохранить, формализовать, на каких сотрудников, на чьи знания имеет смысл обратить в первую очередь. Да, здесь, собственно, полезно выявлять как раз те самые ключевые области, да, ключевые области знаний и вот та табличка, которая на предпоследнем слайде была, как раз фиксировать покрытость, покрытие этих областей знаний, которые являются ключевыми сотрудниками, кто ими владеет и как раз понимать, зафиксированы ли эти знания где-то или нет. У нас был такой пример, когда искали, ну, собственно, два примера из практики, да, может быть, приведу. Первый, это искали специалиста по новым материалам, искали его два месяца, искали снаружи, искали по вузам, не нашли, именно с тем набором и комбинацией тех компетенций, личных качеств, которые нужны были. В итоге кинули клич, просто рассылку, может быть, у вас кто-то есть, посоветуйте. И откликнулся человек, который пять лет работает в компании, при том вот буквально на соседнем этаже, все, он теперь руководитель направления по новым материалам, а выяснилось, что у него это была работа курсовой. И, опять же, здесь получается разрыв между тем, что есть в учетных системах, кадровых, и тем, что человек знает о себе, да, либо заявляет. У человека была, скажем так, не базовая специальность, но дипломная или курсовая, что ли, именно по работе с новыми материалами. И тем самым там то ли химик, то ли геофизик. И он, естественно, это нигде не учитывается, да, учитывается у нас обычно, что то, что написано в дипломе, перечень специальностей, и, может быть, тема дипломной работы, максимум. Все, как только у нас уже есть информация, которую человек сам о себе рассказал, что, например, он бы хотел работать с новыми материалами, но у него нет сейчас такой возможности. Вот тогда мы минимизируем такие истории. И, соответственно, потери полутора месяцев на поиске. Классный способ, на самом деле, собирать знания не только, как бы точно знаешь, в этом направлении есть, но и знания у всех сотрудников компании. Мало ли кто что знает, на самом деле. Люди гораздо больше знают, чем они об этом говорят. Еще один вопрос, Евгений, есть ли, ну, такой практический вопрос, уже по вашему опыту, есть ли какая-то обратная связь от респондентов, какую они пользу для себя получили в участии в вопросе? Вот участие в вопросе. Если честно, мы, собственно, от респондентов обратную связь не собирали. Мы доносили до них в качестве мотивации, да, по рассылках, что, собственно, это один из следующих вопросов, тоже вижу в чате, как работать с ожиданиями, что человек указал, что он хотел бы заниматься, и тут же его берут и направляют на это, ставят на это направление. Не всегда такое случается быстро. Здесь главное, заявите об этом для вашего линейного руководителя, да, то есть кто будет получателем этой информации. Заявите об этом HR, если уже есть каналы, с помощью которых человек может это заявить, отлично, это будет еще один способ напомнить. Если нет, то вот как раз это способ сказать, что я хочу заниматься этим. Возможно, при пересмотре направления работы, либо при открытии какого-то нового направления, поиск-то, по идее, должен быть, да, где? По этой карте, и как раз тогда, кто у нас занимается, например, новыми материалами. Вот у нас есть такой человек Вась Пупкин, и он хочет. Пусть он себя оценивает на двоечку, но кроме него у нас больше никого нет, а новых людей нанимать, например, нет бюджета или нет штатных позиций в расписании. Все, давайте, пусть попробует, молодец. Бывает и такое. Не знаю, вот вопрос от Татьяны Андреевой, не знаю, как его интерпретировать, Евгений. Говорят о том, что, ну вот, допустим, вы провели картирование, и тут выяснилось, что люди из одной тематики работают в одном здании, но в разных концах. Это как-то может повлиять какие-то действия, то есть помогает картирование для принятия решений внутри компании. Да, безусловно, помогает. Собственно, на том графе, который я показывал, это были петрофизики, это подобность геологии, и 28 респондентов, как оказалось, довольно четко разделены на кластеры отдельно у нас, это геологи, которые пришли в петрофизику, отдельно чистые петрофизики, которые, скажем, выполняют, для которых это основная область деятельности, и отдельный кластер, это чистые петрофизики, но которые сидят в Тюмени, в отличие от остальных, которые находятся в Петербурге. И здесь стало видно, за счет кого у нас обеспечиваются эти связи, за счет каких людей между Тюменью и Петербургом. И одним из решений, которое по результатам анализа было принято, это развивать сообщество петрофизиков, собственно, профессиональное сообщество петрофизиков, и благодаря этому анализу как раз коллеги у нас получили поддержку, что да, действительно, те идеи по развитию сообщества, которые у них были, что вообще оно кому-то нужно или нет, вот увидев такую разделенность, точнее, не разделенность даже, а низкую связанность кластеров Тюмени и Петербурга, руководитель принял решение, что да, давайте это будет нашим фокусом и выделил бюджет какой-то на временной в нашем случае, поскольку все по найму работаем, выделил бюджет на эту работу. Спасибо. Это действительно такие побочные элементы, которые флюшечки помимо основной задачи. Здесь вообще очень много побочных результатов может быть, они могут быть разной степени приятности для разных сотрудников, но как я говорил уже, там у Чаров тех же самых могут быть вопросы к линейным руководителям. На одном из предыдущих картирований мы увидели, что, например, в подразделении в Оренбурге, например, есть люди, которые в рамках одного управления, есть человек, который в рамках одного и того же управления не взаимодействует ни с кем из этого управления. То есть вот такой оторванный специалист и тогда возникают вопросы, почему такое происходит. То есть либо он находится в другом офисе где-то, тогда понятно, либо он занимается какой-то совсем узкой нишевой задачей. Тогда вопрос, почему он именно в это управление входит, может быть, имеет смысл его как-то выделить. Здесь уже для оргразвития появляется пища для размышлений, как, возможно, имеет смысл переструктурировать эти подразделения каким-то образом. Вопрос анализа процессов. Здорово. Практичный вопрос от Андрея Крюкова. Сколько же человек требуется, ну, я не знаю, какая-то норма для этого? 3000 человек в компании. Сколько людей требуется для организации процесса картирования? Соответственно, какое количество персонала? Примерно, ваши прикидки, рекомендации? Ну, в этом случае, вот, смотрите, 28 человек, это был первый, первый такой пробный камень, первыми, точнее, второй уже. Первый мы делали в 2017 году, тогда это была пробная попытка. в прошлом году это было вот 28 человек петрофизики. На них, поскольку это был первый этап, у нас ушло примерно по человеку часу на анализ одного человека, точнее, на подготовку, проведение, то есть суммарно где-то 30 человек и часов. Это если производительность, а если, вот, скажем, там, компания 50 тысяч человек, да, сколько человек для картирования или компаний 100 человек? Да, здесь сильно зависит от инструментов, которые вы используете, потому что, ну, мы, например, используем вот опросник и ГЕФИ, да, есть люди, которые пользуются специализированными инструментами, есть инструменты, например, Азимут 2.0, насколько я знаю, он занимается опросом, точнее, оценкой 360, и там же есть возможность построить, правда, эгоцентрический граф, то есть там в центре человек и с кем он взаимодействует, и такая картинка есть по каждому человеку, но нет картинки общей. Если есть такой инструмент, то достаточно разослать ссылку, да, и дальше ее проанализировать. В нашем случае нас два человека на, сейчас скажу, на 24 тысячи, это не такое уж сильное соотношение, скажем так, если посмотреть на другие компании, например, там порядка одного человека на тысячу приходится, то есть 250 человек, если у них сидит, и 120 тысяч, ну вот где-то даже 1 на 500 человек, то есть бывают разные соотношения, это зависит от ресурсного обеспечения, опять же, это зависит от того, выделена ли команда по менеджменту знаний в отдельное подразделение или нет, потому что мы, пока не выделены, но всячески к этому стремимся, выделено ли такое кортирование как приоритетное направление деятельности, да, вот коллега на одном из предыдущих метапов из МТС, если не ошибаюсь, сказал, что у них в этом году год менеджмента знаний, все команды должны им поставить KPI, ознакомиться и внедрить у себя методы менеджмента знаний, супер, но в таком случае это будет гораздо быстрее и гораздо проще, если в компании уже давно менеджмент знаний внедрен, то, словно говоря, гораздо больше людей могут тоже принять участие в таком анализе. В принципе, я, наверное, еще добавлю то, что это, наверное, зависит еще от количества функций, от степени детализации картирования знаний, столько специалистов нужно одно дело опросы, собрать все, с другой стороны еще и разложить по полочкам. Да, про по полочкам можно я еще отвечу? Там будет дальше вопрос, как разделяли или кластеризовали, вот размечали знания, да, Геннадий Горельков задавал? Да, да, да. Хотел задать вопрос. Да, действительно, все отталкивается от свободного ввода, как я уже говорил, это довольно трудоемкая в части анализа, и здесь мы обязательно привлекаем эксперта именно от предметной области. То есть, если говорить, опять же, вот 28 человек, то часть из этих 30 человек и часов, это была работа именно эксперта от предметной области, которой все, что люди написали, вот он это ужал, потому что тот Excel, который я показал, это уже результат анализа. Изначально там было гораздо больше, скажем, набор колонок, и здесь как раз интересно, потому что люди некоторые вещи пишут не так, как мы или эксперты ожидаем. Притом это могут быть специалисты в предметной области. Мы сталкивались с тем, что условно, если перевести, люди могут указать в качестве обширной области знания разработку на Python, например, или там использование какого-то фреймворка, а в предметной области узенькой, которую мы подразумеваем, что это более узкое, они пишут программирование. И тут возникает вопрос, либо мы что-то неправильно им коммуницируем, либо мы неправильно задали вопрос, либо люди действительно так воспринимают. Еще один момент это анализ проектов. Я не показывал это на скриншоте, но одно из отдельных экранов это мы даем людям возможность вести три проекта, самых значимых для них, в которых они участвовали за последние три года и указать свою роль. И здесь тоже идет очень широкий разброс ролей. Это может быть исполнитель, эксперт, руководитель проекта, либо люди могут писать наоборот конкретную роль, скажем, функциональную. То есть он, например, был петрофизик на этом проекте, либо он был геолог. И здесь возникает вопрос, как люди вообще воспринимают проекты, какие активности они воспринимают как проекты, потому что такое же картирование, например, кто-то тоже может написать, что это проект для него. Хотя с точки зрения формальных процедур в компании, естественно, нигде, как, ну не естественно, да, а скорее всего, как отдельный проект это не будет заведено. А с другой стороны, люди могут указывать какие-то крупные проекты, потому что в нашем случае, например, это может быть какой-нибудь многомиллиардный проект завоза оборудования вертолетами куда-нибудь на крайний север, на берег океана в Арктику, и это тоже может быть для кого-то проект. Здесь мы понимаем, что у людей в голове. Попробую подытожить. То есть, я правильно понимаю, Евгений, о том, что насчет свободного водопроса, у меня же тоже был вопрос от коллег, от сложности анализа. По сути, у вас есть ваша методологическая поддержка картирования, и вы таким образом поддерживаете экспертов. То есть, если касается свободного набора знаний, которые очень сложно структурировать и обрабатывать, вы уже привлекаете экспертов, и это позволяет экономить собственные ресурсы. Мы даже обязательно их привлекаем, потому что мы не являемся экспертами в какой-то предметной области. можем что-то некорректно интерпретировать, и обязательно верификация нужна от экспертов предметной области. Очень хороший вопрос от Андрея Крюкова, не могу его не задать, по-моему, он должен быть всегда. Это вопрос с безопасностью. Там, где есть знания, всегда вопрос о безопасности. С какими доводами от безопасников против обработки выгрузки из почты, ну и так далее, вы столкнулись? Как договорились с безопасностью? Мы с ними на самом деле не договаривались, потому что в нашем случае с ними очень сложно договариваться, особенно во всем, что касается персональных данных. Пока что мы уперлись в такую стеночку из безопасников, хотя мы в принципе запрашиваем у них только факт взаимодействия между двумя людьми, например, по почте или по телефону, даже не запрашивая тематику. Но эти данные тоже пока что мы от них еще получить не смогли. Поэтому пока мы именно идем от опросника. В принципе, у нас на конференции есть доклад Сергея Валдохина, можно туда к нему сходить, узнать, как с безопасниками надо уметь договариваться. И следующий вопрос. Имеет ли смысл проводить картирование по отделам иерархии, продуктам или запустить обширное картирование на всю компанию и потом уже делать результаты? То есть идти от структуры или структура появится потом? Как лучше? Я в принципе сторонник идти маленькими шагами, потому что если пойти на всю компанию, то может ресурсов не хватить и тогда будет не очень хорошо, неприятно получится. Лучше идти небольшими шагами и уже взаимодействовать с каждыми непосредственно отделами, либо действительно продуктовыми командами. В нашем случае это матричная система, в нашем случае это направление в рамках крупных функций. И взаимодействие с лидером функции мы уже получаем в проектную команду себе эксперты, которые верифицируют эти данные и соответственно уже получаем рассылку на целевую аудиторию тех, кого этот лидер функции либо лидер направления считает, что должны ответить. Спасибо. Ну, да, действительно, есть нужно по частям, да, чем замахиваться на большой кусок и в итоге ничего не сделать по факту. Ну, и тем более, когда внедряешь, а лучше, когда появляются союзники, которые распространяют уже методологию потом. Еще вопрос, на какие, ну, вот у нас карта появилась, да, какие вопросы потом отвечает эта карта, какие сдачи решат, когда она уже появится, как можно ее использовать? Здесь довольно большой спектр вопросов, да, как я уже говорил, все зависит от того, кто их задает, то есть, и кто пользуется этой картой, если это линейный руководитель, либо это его сотрудник, здесь еще вопрос, соответственно, нужно ли доводить всю карту, да, до сотрудников, либо это HR. Во-первых, сама по себе такая карта, в принципе, ее уже нужно охранять, и всем подряд ее раздавать не надо, потому что это информация о ключевых людях и уровнях компетенции, которые обладает та или иная компания. То есть, я, например, вот даже тот же Excel-ник, который показывал, я его перерабатывал и, условно говоря, там, рандомом представлял эти значения, потому что в противном случае ко мне через некоторое время могут прийти опять же наши любимые безопасники и сказать, а зачем ты, товарищ, показываешь всем подряд, какой у нас уровень компетенции, например, в петрофизике, который является ключевой компетенцией для добычи нефти, например. Вот, поэтому сразу скажу, да, эти данные, которые я показал, они рандомом пространены. С другой стороны, если это линейный руководитель, здесь это направление развития конкретных людей и направление развития команды по тем или иным областям знаний, скажем так. Потому что если мы видим, если мы видим, что определенное направление у нас проседает, то нужно задуматься, во-первых, проседает оно почему, является ли оно для нас ключевым и вообще, что нам с этим дальше делать, нужно ли нам его развивать или мы принимаем, что оно у нас проваливается, но оно для нас не является ключевым от слова совсем и пусть оценка будет низкая. С другой стороны, нужно понять, мы вот еще вывели такую интегральную метрику, это оценка покрытия экспертами различных областей. То есть мы видим, что, например, из 25 человек, 28 человек у нас ответило, и там 5 экспертов у нас указали, 5 людей указали, что они считают себя именно экспертами, то есть это пятерочка по пятибалльной шкале максимальный уровень, и мы видим, что у нас таких из, допустим, 20 предметных областей у нас таких всего три. И тогда мы понимаем, что у нас не все предметные области покрыты экспертами, возможно, особенно плохо, если это ключевые области, не покрыты экспертами, а покрыты, например, какие-то другие, которые не являются для нас ключевыми. Здесь, соответственно, и линейные руководители, и оргразвитие уже может делать выводы и понимать, что либо нам нужно растить экспертов у себя, либо набирать, покупать, нанимать, либо наоборот, может быть, эта предметная область для нас не ключевая, и мы можем ее аутсорсить и сэкономить на этом еще кучу денег. Спасибо. Я вижу две поднятые руки. Лидия Слабкова, пожалуйста, координатор наш замечательный. Включите, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Сейчас минуту включу видео. Здравствуйте. Я на самом деле уже задала пару вопросов, но один у меня еще остался по поводу неудобных моментов, если вдруг линейный руководитель оказался не экспертом. Ну, здесь вот 360, наверное, пересекается, потому что менеджер, он же не всегда, ну, как сказать, руководитель команды, не всегда лучший специалист. Может быть, у него именно менеджерские навыки прокачаны больше всех. Но, тем не менее, вот, конечно, наверняка чувствуют руководители, что я не самый крутой эксперт, и это показано, да, это видят, ну, может быть, пусть не все, но коллеги хотя бы такого же уровня. Вот, как работать с этим в сочетании с 360, наверное, все-таки, да? Спасибо. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Лидия, мы, смотрите, что сделали. Во-первых, мы сделали ответы закрытыми, то есть люди, когда заполняют опрос, они не видят ответы других коллег. Опять же, из тех же соображений, чтобы не было возможности условно выгрузить всю базу ответов и на ее основании построить какую-то свою аналитику. То есть эту аналитику видим только мы, и получатели, соответственно, результаты нашего анализа уже видят получатели и заказчик как раз такого исследования. Повторите вопрос, пожалуйста, еще мысли с вами. Ну, в принципе, я поняла, да, если доступно не всем, то так же, как в оценке 360, просто, наверное, HR в общем виде прорабатывает обратную связь именно с руководителем. И еще, если позвольте, один вопрос, туда же вот он немного относится. Вот это был мой вопрос по поводу на всех сразу или по отделам, вот по поводу уровней взаимодействия. Например, я руководитель отдела обучения, и ко мне линейные сотрудники не идут с вопросами, но ко мне идут другие ходы. То есть ко мне поступает много вопросов, но немножко от другого уровня сотрудников. Это учитывается как-то, то есть не только к кому идет, но и кто идет с вопросом. И как это можно в картировании посмотреть, показать, вот разложить, скажем так, в таком 3D формате? Да, это учитывается. В принципе, если у нас есть время, я сейчас могу показать экран. Если мне Елена или Людмила, да, дайте возможность, пожалуйста, слушать экран. Я сейчас быстренько покажу, как это сделать, потому что это, в принципе, видно на графе. Там, если помните, так, нет пока у меня возможности. Да, было очень интересно, потому что у меня сложилось впечатление, что Gefi дает такой как бы 2D граф. Ну, может быть, можно его как-то... Там можно... Можно попробовать в чат выгрузить файл и потом уже... Да, ну окей тогда, Лидин, напишите в Telegram, там был контакт мой, я вам просто потом отдельно покажу. Gefi дает возможность варьировать на основании чего, например, мы раскрашиваем граф и на основании чего мы указываем размер каждого узла. Соответственно, играя с этим, мы можем, например, сделать уровнем, ну вот один из примеров, который в слайдах, это мы делаем размер узла, это уровень позиции. У нас отдельный анализ был, это уровень позиции человека. Таким образом, мы понимаем, что, например, один человек, в нашем случае, да, только указал директора по науке как человека, к которому он пойдет за вопросом. Здесь, естественно, еще вопрос, пойдет ли он к нему сам, да, на самом деле, потому что между ними там шесть уровней иерархии, но, например, он может задать ему вопрос, у нас есть сервис, еще вопрос эксперта, все, например, он может задать таким образом вопрос. С другой стороны, мы можем указать размером узла количество входящих запросов. И таким образом, мы видим самых популярных экспертов, а уже проходясь, да, либо анализируя связи каждого человека на этом графе, мы можем понять, кто к вам приходит или либо кто приходит к этому человеку. То есть с уровнями позиций здесь тоже можно играться. Опять же, здесь важно понимать, что GeFi классный инструмент, он позволяет использовать практически любые измерения в, собственно, накладывать их на граф в том или ином виде. Спасибо большое. И Дмитрий Янтер, спасибо, что дождались. Включите микрофон. Я вижу ваш вопрос в чате, я думаю, вы сможете. Да, да, добрый вечер. Сынер, очень интересное исследование, и исследование интересно в том, что оно такое, если проведено оно аккуратно, то может выявить какие-то очень скрытые и неочевидные явления. И в этой связи я вот не очень представляю, то есть вот как можно, кому и вообще кому это исследование можно продать. Потому что если я пойду, грубо говоря, к HR, то там это исследование выявит кучу проблем в HR. Если я пойду к руководителям, то куча проблем выльется в, скажем так, в оргструктуре. И в реальности это такая, как бы индикатор, который показывает себе, насколько все, ну его можно интерпретировать, насколько все плохо. Очень, скажем так, простым способом, потому что, ну как бы, оно такое. Оно, с одной стороны, выглядит объемлющим, а с другой стороны, действительно, ну как бы непонятно, почему там эксперт, например, никто не считает экспертом там, или человек, который, ну, занимает какую-то позицию, на самом деле является таким брокером информации. Очень много вопросов, которые, ну, их как-то сложно решить, да, то есть, не знаю, уволить 10% людей, либо сместить 15% HR, как бы это невозможно. Соответственно, вот я получил это исследование, что мне с этим делать? Иногда, мне кажется, если ты это увидишь, ну, по крайней мере, я встречал такие ситуации, когда ты увидишь какие-то такие существенные результаты, просто давайте забудем, есть другие сложные проблемы, как бы, может быть, что-то пошло не так, либо просто начинает придираться. Скажет, а вот, смотрите, у вас в графе, тут график-то построен неправильно, вот я знаю, что человек-то сидит не на шестом этаже, а на пятом этаже, и я вот думаю, что все у вас неправильно. В общем, основной вопрос, это если, грубо говоря, вот в вашем случае появился какой-то заказчик, если абстрагироваться от вашего случая, кому это можно продать и заказать такое исследование с пониманием того, что на самом деле могут выявиться огромное количество проблем на всех уровнях. Спасибо, Дмитрий. Очень хороший вопрос. Он действительно очень сложный, но здесь я могу сказать по своему опыту, да, в нашем случае мы предложили это, то есть мы предлагали это, начиная с 17-го года, с той или иной периодичностью, предлагали разным, руководителям разного уровня, и вот в какой-то момент нашелся кто-то, кто сказал, да, окей, ребята, вот у нас есть сообщество, давайте попробуем с этим разобраться. То есть, во-первых, здесь человек уже априори готов к тому, что, во-первых, человек лидирует сообщество, да, профсообщество, то есть как минимум он уже в какой-то степени лоялен к практикам менеджмента знаний, либо понимает хотя бы, что они ему дают и зачем ему все это нужно. Если человек говорит, собственно, когда я пришел в компанию там в 16-м году, у нас были примеры, когда мне, правда, про них рассказали, да, мои коллеги, вот Евгений Кирянов, мой коллега, он рассказывал, что бывали случаи, когда приезжаешь на обучение куда-нибудь в дочернее общество, не знаю, там, куда-нибудь в Ямал-Ненецкий округ и слышишь от руководителя и такое, что на тренинг я руководителя не пущу к вам и вообще, если увижу, что он в вашей базе знаний сидит, ну, пойду его и уволю, потому что нечего ерундой заниматься над делом. Со временем, к счастью, у нас эта позиция ушла практически, то есть мы сейчас уже не сталкиваемся с таким, более того, руководство говорит, что да, знание компании – это один из ключевых активов, поэтому давайте с этим работать. И сотрудничество у нас тоже стало одной из ценностей. И здесь, как с любым инструментом, получается такая история. Автомат Калашникова, как бы его можно и защищаться, и нападать. А можно им, как бы, и землю копать, да, если туда вот штык-нож прикопать, либо лопатку. С любым инструментом можно обращаться абсолютно по-разному, и это зависит только от того, кому в руки он попадает. Ну, мирный атом, да, есть и немирный атом. Та же самая история. Если человек, заказчик этого, либо получатель этой информации, он настроен конструктивно, то любую проблему он, скорее всего, будет рассматривать с конструктивной точки зрения, как производственный, продуктивный конфликт, точнее, да, и будет пытаться искать пути этого решения. У нас есть такая-то проблема, окей, давайте посмотрим, почему, и будем думать, что с этим делать. является ли это для нас проблемой, или это просто там неэффективность и трата ресурсов. Ее можно решить какими-то деньгами. Если человек априори не готов к этому, то здесь, наверное, сложно будет какой-то конструктив получить, и нужно быть просто к этому готовым и понимать, как как аргументировать. Вообще, нужно ли этому человеку продавать? Это раз. Во-вторых, нужно ли продавать именно вам? Возможно, он просто к вам не прислушается. У меня должность руководителя направления это примерно уровень начальника отдела, да, только без людей в линейном подразделении. Понятно, что если я пойду к генеральному директору компании, то, во-первых, скорее всего, я к нему никогда не пойду, потому что меня туда никто не пустит в 70-тысячной корпорации, а с другой стороны к директору, например, нашего научно-технического центра, да, я могу попасть. Это разные уровни иерархии, разные уровни готовности работать с непосредственными исполнителями, скажем, какой-то работы и разные уровни восприятия. Опять же, разные уровни концептуальны. Кому-то нужны KPI и метрики операционные, кому-то стратегические. И здесь нужно, опять же, понимать, какого уровня вопроса мы затрагиваем. К HR-директору всей компании, наверное, тоже с этим идти нет смысла. Возможно, имеет смысл поработать с HR-ми конкретными локальными. Если мы понимаем, что им это может не понравиться, то окей, возможно, эта информация не для них, а для их руководителей. Ответим на вопрос? Надеюсь, ответил. Да, да, спасибо. Еще вопрос есть, вижу. Есть еще один вопрос. Руки больше не вижу. Какие от господина Гончарова, не знаю, как имя, какие еще области, кроме карты экспертов в предметной области, вы картировали в компании? И что важно? Мы картировали третью область, еще про которую я говорил. Это люди, то есть у нас есть люди-люди, это кто кого считает экспертом, люди-знания, в каких предметных областях люди себя оценивали и люди-проекты. Здесь это привязка людей к проектам, в которых они участвовали. У нас проектов очень много, опять же, корпорация большая, поэтому нет единой системы регистрации проектов и проектных команд. То есть как минимум их есть три для капитальных проектов, IT-проектов и в нашем инструменте, который мы системой распространения знаний называем, там есть возможность просто карточку проекта создать любого. В ней можно указать проектную команду, но, опять же, это все зависит от того, какого качества данные в исходной учетной системе, правильно ли они были введены и вообще работают ли люди, которые там указаны. Бывает такое, что указывают однофамильцев, поскольку, опять же, людей много, 70 тысяч, бывает такая вероятность полных тезок, она довольно высокая, особенно если это касается распространенных фамилий Иванова, Ивана Ивановича и так далее. То есть здесь вопрос еще к качеству данных. Поэтому мы работаем в том числе с проектами. Ну и, наверное, все. Если, кстати, есть какие-то идеи, что еще можно таким образом картировать, то было бы здорово. Мы пытаемся эту методологию дальше развивать и хотим понять, что с этим еще можно делать. я уже не вижу вопросов в чате, но, Евгений, у меня последний вопрос на засыпку. Мой любимый вопрос. Как обновлять те знания, которые вы картируете? Те, которые устаревают, те, которые нужно убрать. То есть, как сделать так, чтобы система картиры не превратилась в помойку? Ох, сложный вопрос. Наверное, вообще, в принципе, как сделать так, чтобы любой продукт менеджмента знаний не превратился в помойку и в склад архивный? Это общая, наверное, проблема всех инструментов. Я здесь могу только сказать, что периодически проводить пере-реаудит, наверное, такой, и включать это в... возможно, включать эту задачу в одним из этапов ежегодной оценки, может быть. Если есть квартальная оценка, то квартальная. И обязательно включать это в онбординг. Мы сейчас еще не включили это в онбординг, но я очень хочу договориться об этом с HR, потому что мне кажется, что это очень полезно будет сразу видеть скрытые таланты людей, которые только приходят в компанию и про которые априори еще никто не может узнать. Да, вот здесь Лидия как раз и говорит о том, что это классный инструмент, очень здорово, заманчиво находить новые скрытые таланты, потому что о них молчат. Да, одно, кстати, из направления, действительно, люди связи, я сейчас немножко подумал, но это могут быть люди-внешние партнеры, да, то есть какой человек с какими внешними партнерами взаимодействует. Когда компания работает, например, на рынке открытых инноваций, либо, в принципе, с внешними партнерами активно взаимодействует, люди-клиенты, например, да, это может быть, то здесь это может очень хорошо помочь. Опять же, если это продажи, да, то люди-клиенты и, например, на толщину стрелки наложить не количество обращений, либо предметных областей, да, как мы указывали, а, например, объем продаж, то здесь тоже можно много интересного посмотреть. Вообще, теория графов и социальный, вот, анализ сетей, это сейчас очень популярное, такая, мне кажется, очень перспективное направление. Сейчас очень много курсов на Курсере, кстати, опять же, рекомендую, у Курсера часть курсов сейчас бесплатная, если на карантине, на самоизоляции у вас много времени, то рекомендую посмотреть, там довольно много есть, и начиная от методологического анализа, там, когда у нас математика, теория графа идет, и заканчивая анализом на том же Пайтоне, чтобы посмотреть, как это все можно автоматизировать и не мучиться вот так вот с эксенитичкой. Спасибо большое, Евгений, шикарный, практичный доклад, много знаний, я уверена, что и обсуждение у нас получилось достаточно продуктивным, даже, я смотрю по времени, мы сильно так это вышли за рамки предварительной оценки. Если есть еще вопросы, последняя минута задавайте, либо поднимите руку, если же нет, поблагодарим Евгения за ответы, за полноту, за то, что делятся с нами знаниями, и будем прощаться для следующих встреч. и все, пока не вовремя, еще раз, пока не вовремя, 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 пока не вовремя,